друзья всем привет сегодня я подъехал к стасу это 432 катапиллер сегодня будем ремонтировать подшипник на переднем мосту будем менять подшипник пошел в этом переднее левое колесо огромный люфт сейчас будем снимать колесо и так далее такая красота мясорубкой друзья откручиваем гайки потому что резина michelin очень редко откручивается гайки гайки с данной резиной то есть сейчас мясорубкой откручиваем вот стас приехал что у тебя там хороший а у тебя что если у ошибки есть это мясорубка я откручиваю все противовес противовес снимал там тоже болты очень идет или туго идет вначале туго но хорошо что тебя эти загружки были не я у меня везде загружки стояли замуж самодельные они знаешь это с грамки с водопроводных крыльников такие большие есть краны там водопроводные и они приезжают в разборе когда их собирают слушали когда их собирают там на этих нарезковых заденях стоят заглушки эти гайки одинаковые что сзади шуспеет 30 мобильный атака атака все но и битвы в полотно вот как то а ну вот Продолжение следует... 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 как бы по возможности восстановить потому что как бы посадочная подсальник она не такое точно то есть посадочная под сам обоим подшипника шкварня она хорошая им раз подсальник сломана поэтому думаю что вручную эта работа получится потому что любая другая работа стоит там от 36 тысячи выше ну принципе станков вчера обзвонил который который занимается первый вариант это расточить вот здесь и ставить флук но здесь уже так разбита что втулка она слона ослабит посадочной и это не будет работать второй вариант чтобы высверлить насквозь вот эти отверстия до чтобы у них была соосность поставить штангу наварить и зашлифовать восстановить подсальник но то стоит очень дорого эта работа она как бы не нужна такая точно вот именно здесь поэтому решили пока так получится не получится уже будем показывать если получится то и принципе и вы сможете повторить данную работу так друзья смотрите поставили мы эскаватор как-то правильно будет называться вот так прям колодка вот брус такой что-то кругляк вот на такой кругляк на противовесе потому что вот я сейчас посмотрел конструкцию именно и серии отличалась от fs серии то есть от этого эскаватор прошло на и серии нужно обязательно снять оба противовеса она в серии вот не нужно противовес потому что болты и сам противовес вот он крутится вот сюда болты да и он не мешает для того чтобы выбить этот палец вот просто палец и осадку повернем его тут можно выбивать и демонтировать сам мост то здесь немножко продуманнее сделано есть серии вообще эскаватор если в серии он отличается то есть и как поднимается радиаторы и все остальное то есть он немножко более продуманный но хочу показать что вот 9000 мальцов а у пальца то есть небольшой люфт вы самой раме может быть это сам палец изношенный ну люфт есть будем снимать палец и поставим без моста будем проверять на люфт и на толщину пальца будем смотреть может обойдется только замена пальца и все будет хорошо идем дальше сейчас будем палец снимать что колесо снимать и опускать мост потом рукава на рулевой гидроцилиндр отключать и так далее износ пальца в раме и вертикальный и горизонтальный есть но все-таки я думаю что может быть и сам молитву износился будем делать такую операцию подымаем этим домкратом чтобы не заводить сейчас эскаватор стрелу пускать эти надо подымаем и будем переставлять под брус то есть нагрузка будет здесь потому что надо снять противовес и все остальное все там блюда дерево все происходит нагрузка 5 тонн он врезается мы железки поставим все-таки это дерево не но принципе та сторона больше это нормально как ты нас надежно или так себе не очень парни короче если палец вот так накрутить уже не могу вот так то он здесь влезает вот так если конечно вот так он не влезет но если из люфт еще есть немножко в раме вообще свободно то есть не нужно вот эту морду откручивать вообще другое дело как вставлять так же также а если он новый будет и не будет так ходить за мне составим друзья хочу вам показать люфт пальца здесь эллипс хороший есть очень хороший эллипс видно на камеру то есть самой раме попробую до конца его поставить 10 и он только вертикально горизонтально его нету только вертикально лифт смотрим друзья как все разбито насколько разбиты так далее вытащил шкворень наварили это еще вчера но здесь губа идет шарики гуляли носка губу белый то есть не могли вытащить палец немножко шарошка сейчас вот такой прошлись снять эту губу и вытащили шкворень вот шкворень ставят и вот вокруг него практически все что вы видите это вот разбито здесь должен был стоять сальник это вот все это тело вот это разбито но посадочная подскорен хорошие то есть он стоял там плотно подшипник обоими подшипника да правильный будто под обойма подшипника то есть сейчас приедет игорь и все это наплавит все это дело и потом стас будет пробовать это все снимать снимать пока не снимет до того чтобы с алексей сюда становился плотно то есть в этом посадочном месте когда стал так сделать мы приедем и будем мост устанавливать обратно еще заменим палец вот палец стоит на экскаваторе будем делать палец того ч 55 диаметр стас у нас немножко грустный горит огромное количество потери денег с этими ремонтами вашими меня виноватым еще сделал говорит это все за тебя это говорит ты с этим своими видами там сегодня подпорт не было тебя выработали работал бы даже этот не думал чтобы что-то чинить а так связался с тобой как связался с тобой так все надо чинить то тут надо чинить то тут надо чинить да конечно друзья тот же юмор это же юмор будем палец новый делать тоже одни расходы со мной играть одни расходы ну думаю это будет послезавтра завтра мы поедем поворотную тумбу наверное снимем с кейса а послезавтра приедем мост установить обратно с новым пальцем ну в принципе тебе еще один сальник да надо будет в бортовой я уже ну я верни один сальник бортовой и для этого у нас комплект все уже да все все стас пока мы погнали спасибо ребят посмотрите станислав как сделал ну давайте друзья примем работу стас говорит можно принимать здесь от посадочная дальше идет на школе обойму подшипника здесь сальник но сейчас мы это все дело сюда поставим установим пока у нас мост первого перевернут чтобы не снизу забивать скорей а сейчас сверху запрессовать и все работать будете это было единственное возможно это альтернатива то есть наплавить и вручную на то есть посадочные это восстановить для сальников что она же не такое как бы скажем идеально должно быть там резиновый сальник должно уплотнить чтобы смазка не уходила с чем я считаю что стас достаточно ну круто справился альтернатива этой работы сколько стоило 36 36 ну и по времени там готовы были сразу начать или как не уточнял по моему сразу сразу за два дня ну плюс все отвести привести номер шкварня подшипника будем запрессовать обойму сюда друзья короче смотрим вытащил я палец подшипника на смотрим сальник был достаточно вот в плохом состоянии ну вот прям уже ожил свое да за 10 лет и вот смотри сколько грязи здесь вот подшипник вот вытаскивай как он себя чувствовал то есть смазка видно что здесь была вода да немножко жавчина немножко глина немножко то есть если у вас даже люфта нету то лучше конечно поступить так как сделал стас то есть снять подшипник сальник поменять сальник новый и помыть это дело поменять смазку и как бы вы продлите жизнь данному узлу то есть если сальник ревется то вас и все остальное ломается сальник новый свежий смазка свежая поэтому это хорошее решение смотрим помыли подшипник какая-то из подшипника нам или это как глина с маской это как по стогой наверно так это же новый сальник верстак можно закрепить а а а а да а и и и и и и и надо сейчас эту обработать немножко кромку напальняем друзья новой свежей смазочкой подшипник где торпежи надо поставить не торпежи надо поставить не поценивай самый а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем открутить тяги рулевые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Есть! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok